Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Толя. Мне 50 лет. Живу я в маленьком городе Волчанске на севере Свердловской области. А более подробная информация обо мне для новеньких подписчиков внизу в описании. Итак, мои хорошие, сегодня, и сейчас помню, вторник, 14 декабря. Сегодня я сдавала анализ на лепитный спектр. Вот. Вы знаете, это я где? Это я в своей тепличке. Вот. Дело в том, что сегодня очень сильный ветер. Я боюсь, что если я пока дойду до парка, уже смеркается. Вот. И ветер не даст мне поболтать немножечко с вами, а я вот уже настроилась. Так, быстренько так поболтану и побегу гулять. На моем канале добавляются новые подписчики. Я немножечко иногда возвращаюсь к старым темам. Хотя, вы знаете, на моем канале уже несколько плейлистов и с болталочками про похудение. Там и про мотивацию, и рецептики я придумываю, и чего только уже нету. Хотя, знаете, многие, опять вперед забегаю, пишут, вот, ничего интересного, там вес у вас стоит, в общем, это самая одна болтология и это. Ну, ну ладно, давайте обо всем по порядку. Часто пишут комментарии, что вот, значит, вы мне понравились. Ну, это я не хвалюсь, это правда так пишут. Вот никак все не решалось худеть, надо худеть, давайте буду худеть с вами. Вот, мои хорошие. Первая часть, значит, про мотивацию. Ну, что значит, боюсь. Не надо бояться, надо браться. Я сейчас не буду никак диетолог говорить, я, конечно, говорю только о своем опыте. У меня это было в октябре прошлого года. Мой последний, надеюсь, поход за стройностью. Такая, все время руками машу. Я всю жизнь борюсь с лишним весом. У меня инсулинорезистентности, поликист, в общем, чего только нету. Поэтому у меня пожизненные качели. Я туда-сюда сяду на диету, возьмусь, найду какую-нибудь опять модную новую диету, похудею, возвращаясь к старому питанию, все возвращается на круги своя. Поэтому, что я вам посоветую со своего опыта? Во-первых, нужно настроиться на долгий путь. Потому что чем быстрее мы сбрасываем килограммы, тем благодаря камеостазу, если мы расслабляемся, у нас тут же все влет. Потому что жировые клетки, они не исчезают. Они только увеличиваются, либо уменьшаются. Количество у нас практически одинаковое. Вы знаете, я тут смотрела недавно такое интересное видео. Не перекармливайте своих детей и внуков. Потому что количество жировых клеток у нас, оказывается, с детства они наращиваются. И чем полнее ребенок, тем вот мы закармливаем. Ой, пускай он кушает пирожочки, там то-сё. Вот меня также закармливали. Я была пухленькая. В общем, ладненько. Так что, вот что я сделала. Во-первых, начала двигаться. Начала движение. Сначала, самое интересное, у меня началось не с питания, а с прогулок. Моя подружечка Аленушка стала гулять, стала стройнеть и вытащила меня. Вот, сначала я пухтя. Один круг с трудом по парку проходила. Потом мне становилось легче, когда начал вес уходить. Вот. Ну и, конечно, подключила питание. Значит, настроиться на долгий путь это раз. Ну, я уже не знаю, кто из вас торопыги. То я уж тут не знаю, что сказать. Я рассказываю себе. Значит, и исключить быстрые углеводы. Это сахара, это белая мука, это жирный майонез. Вот, знаете, я как отрезала. Девчонок стала смотреть, стройнеющих блогеров. Вот кто как. Кто говорит, делайте все постепенно. Сначала одно, сначала другое. Можете так попробовать. Но мне это, это вот, знаете, есть такое выражение. Отрубать собаке хвост по частям. Жалеть собаку. И поэтому рубите их хвост по частям. А не сразу. А я сразу отрубила этой собаке, значит, хвост. Вот. И убрала вот эти продукты раз и навсегда. Да, вы знаете, сначала было тяжело. Тянула в рот то пряничек, то печенюшечку, то вафельку. Все хотелось. Тем более, что у меня муж и сын оба стройные. Оба любят чай попить. Хотя с мужем сейчас уже не так. У него холестерин завышенный. Я его посадила на диету гипохолестериновую. Так что мы сейчас с ним вместе в стране. Хотя я не готовлю для себя отдельно. Я стараюсь просто наши привычные блюда сделать менее калорийными. Я опять уже забегаю вперед. Вот поэтому-то я и придумываю блюда разные. Вот ссылки оставляю в подсказочках. Вчера делала, запекала курочку. Там а-ля по-французски грудку. Ой. Там жира. Вот минимум. А такая получилась вкуснотень. Представляете? Вот. Дальше что я стала делать? Я стала искать альтернативу, значит, замену привычным продуктам. Потому что вы не представляете, какой я был майонезоед. Я все ела с майонезом. Я его просто обожала. Я его мало того, что могла в супчик там положить, там на котлетку намазать или еще что-то. Я могла его в прикуску есть. Ложечкой. Вот. А это же сумасшедшая калорийность. По сути, что такое майонез? Это яйцо и море растительного масла. Вот что такое майонез. Чем можно его заменить? Сметанка, либо даже йогурт. Я даже теперь уже сметану заменяю на свой домашний йогурт. Ссылочку, как я его делаю, тоже оставлю в подсказках. С горчицей. Соли можно чуть-чуть сахарку. Ну, в общем, довести вот так до кондиции. Но иногда хочется такого майонезного вкуса. Тогда я покупаю в Манетке или в Магните. У нас есть такие легкие соусы. Майонезные 15-20%. И то я беру их, например, капельку, и смешиваю опять же с тем же йогуртом, чтобы немножко был лук такой майонезный. Ну, вот хочется иногда, допустим, в оливье. У меня вот муж оливье не любит ни со сметаной, ни с чем другим. Вот. То есть ищем альтернативу. Придумываем блюдо. Смотрим, допустим, на те продукты. Слушайте, я полюбила перловку. Я в жизни не думала, что я теперь с ней готовлю. У меня дело в том, что я не готовила. У нас даже дома ее не было, потому что у кого мужья в армии ее переели, те, наверное, меня поймут, потому что он на дух не переносил. Я даже, когда рассольник варила, я туда клала не перловку, а рис. А сейчас я ее готовлю вкусно. Я делаю даже плов с перловкой. Я в ленивые голубцы или в голубцы вместо риса могу перловочку добавить. Ее главное правильно приготовить. Сначала, допустим, я ее в нескольких водах промываю, вымачиваю. Потом я ее пару раз заливаю кипяточком, чтобы брать вот эту вот ее вот склизкость, как бы не это. А потом, особенно в плове, она ничему не уступает булгуру. Потому что я плов и с булгуром делала, но булгур дорогой. А перловка родная сестра булгура, в принципе. Вот. Так что заглядывайте в мои плейлисты. Кабачковую лазанью я придумала. Что-то там еще. Я пострепушечки придумываю. Так, насчет сахара. Вот тут вот, знаете, я люблю сладкий вкус. Поэтому я пользуюсь заменителями. Но это тоже ваш выбор. Я не вижу в них ничего вредного. Я вот смотрю Агенешечку, например, да, Агенеджан. Блогер в Америке живет. Армяночка. Обожаю просто ее. Они подсластителями пользуются уже много-много лет. У нее пятеро детей. Вы знаете, и за эти годы с ними ничего не случилось. В натуральных подсластителях, на основе стейвии, например, эритрита, это растительные тоже, это растения. Я не вижу в них ничего крамольного. Ну, в общем, это тоже ваш выбор. Так, что я еще делаю? Сейчас. Да, и еда должна быть обязательно вкусной. Потому что это питание нужно поменять на всю жизнь. Возврата быть уже не должно. Потому что если мы вернемся опять к тому, чему привыкли, у нас все вернется на круги своя. Поэтому вот я и готовлю вкусно. Я не знаю. Стала смотреть девчонок, что они готовят. Стала пытаться, но мне не все заходило. А если мы будем кушать невкусно, а так как еда это одно из самых сильных удовольствий, у нас в жизни и так, знаете ли, не сильно много-то удовольствий. И если еще еда будет невкусной, мы так долго не протянем. Лично я так. Я не знаю, может, кто-то и может. Кто-то говорит, я смотрю даже разных девочек, говорит, кто-то, для меня еда только топливо. Я говорю, что-то там закинула, там, в общем, отварная куриная грудка, допустим, гречку сварила, тосю. Я так не могу. Для меня еда удовольствие, поэтому я готовлю вкусно. Красиво накрываю, медленно кушаю, смакую. Пусть я положу себе там 250-300 грамм, но пусть это будет вкуснятинка. И пусть я буду медленно кушать. Жарки нет. Запекание в рукаве. Отличная штука. Минимум маслов, потому что все готовится в собственном соку. Ой, много наболтала. Ладненько, буду заканчивать, потому что песня будет обязательно. Тарелочек не будет. Вчера у меня тарелочки были за два дня. Но сегодня, в принципе, тоже та же курочка будет у меня на обед. На ужин мы, наверное, уху доедем. Ту нашу обалденную из щук, ершей. Такую уху муж сварил. С ума сойти. Вот. Так. Еще что-то забыла. А, хочу еще раз ответить тем, кто говорит, вот у вас сейчас часто вес стоит. Мои хорошие, у меня минус 20 килограмм. Понимаете? У меня, когда первые стали резко уходить, у меня даже муж напугался, потому что у меня стала кожа провисать. И говорит, притормози. Плюс может произойти опущение внутренних органов. Мне уже, как бы это, ну легко. Понимаете? Я не спешу. У меня было 115, сейчас 95. Я знаю свои эти самые. Сейчас мне 50 лет. У меня гормоны бушуют. У меня, извините, то задержки, то, 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 то. В общем, и это тоже. Ну, плюс у меня тоже есть свой косячок. Мы балуемся иногда самогончиком. А он калорийный. А вы знаете, я всегда вспоминаю фильм «Собачье сердце». А вспомните, они всегда. Наша как интеллигенция. Они садятся кушать. 100 граммчиков, как говорится. Нет, не каждый день. Вы не подумайте, что я такой алкаш, там каждый день. Ну, вот муж иногда придется, работа устала. Я же всегда готовлю вкусно в основном. Ну, не знаю. Я не умею невкусно готовить. Вот. И он такой. Ах, ну вот там устал, то все. Да, у него работа тяжелая. Ну, я составляю ему компанию. Ну, мы совсем чуть-чуть. По три вот таких вот маленьких. Это. Я знаю, что он калорийный. Ну, знаете, во всем себе отказывать. Да, у нас встречи бывают с друзьями. Но. Но. У меня вес. Это не зажор. Потому что вес у меня не добавляется. Он у меня. Так это. Это самое. Поэтому специально я свой канал так назвала. Стране не спеша. А вот если не нарушать. Я прекрасно знаю. Если вообще нет никаких осечков. Если вот придерживаться, да. Вот такого правильного питания. Белок в каждой прием пищи. Все это самое. Не буду сейчас про песные истины говорить. То да. То, мои хорошие. Все. Дерзайте. Так. Наговорила уже много. Сейчас песня. Люблю вас. Будьте здоровы. Пока-пока. Я побежала гулять. Вот, мои хорошие. Вот такая у нас уже елочка стоит. Вот пуля просвистела. Грудь попала мне. Спасся я в степи на лихом коне. Но шашкаю меня комиссар достал. Покачнулся я из коня упал. Эй, ой, да конь мой вороной. Эй, да брест стальной. Эй, да густой туман. Эй, ой, да батька-аттаман. Да батька-аттаман. На одной ноге я пришел с войны. И привязал коня. Сел я у жены. Но часу не прошло. Комиссар пришел. Отвязал коня. И жену вел. Эй, ой, да конь мой вороной. Эй, да брест стальной. Эй, да ты густой туман. Эй, ой, да батька-аттаман. Да батька-аттаман. Спаса со стены. По трубаху снял. Хату подпалил. Да брест достал. При советах жить. Торговать свой крест. Сколько нас таких уходило в лес. Эй, ой, да конь мой вороной. Да брест стальной. Эй, да ты густой туман. Эй, ой, да батька-аттаман. Да батька-аттаман. Эй, да батька-аттаман. Эй, да батька-аттаман.